В преддверии Международного женского дня в дом престарелых Лесное гости приезжают чуть ли не каждый день. Ветераны получают поздравления, подарки и, конечно, внимания, которого порой так не хватает. Накануне праздника в Лесное приехали волонтеры Победы. У нас в Лесновых 8 марта приезжали 4 числа из Всеобщества слепых. Показали концерт, пели, частушки, плясали, так скажем. 5 числа тоже приезжали, МВД поздравляли их. Концерт тоже был, детишки приезжали из творческого коллектива номер 3. Сегодня тоже волонтеры выступают. Ребята-волонтеры приехали с небольшой творческой программы, читали стихи, танцевали и пели. В репертуаре песня военных лет, композиции, которые ветераны пронесли через всю жизнь. Каждому ветерану нужно внимание, они любят, когда с ними разговаривают, им уделяют время. Для них это все. Им радостно, когда к ним приходят, когда с ними разговаривают. Это им необходимо. И после тоже такой приятный осадок остается. От чистого спасибо. Всем женщинам гости подарили скромные подарки. Композиции из конфет и открытки ручной работы. Приятная мелочь скрасит вечер за чашкой чая и воспоминаниями. Но главное, что привезли волонтеры, атмосферу праздника и весны. Вы знаете, это так трогательно, так здорово. И так все весело. Так часто, я не знаю, прям так. Вот у меня чувство такое. Живем, кому-то нужны. А ведь, по сути дела, мы здесь и живем. У кого дома, может быть, кто-то есть родственники. Или редко ходят, или уже никому не нужны. И такая ситуация бывает. А здесь, думаю, вот так вот. Думали, думали. И сначала, когда поступали, как здесь жить, как чего. Оказывается, это лучше. Даже лучше, чем идем. Теперь уже никто не хочет домой идти. После торжественной части ребята продолжили знакомство с ветеранами уже в неформальной обстановке. Пообещали, что скоро приедут вновь. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!